Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые радиослушатели и ютуб-зрители! Мы начинаем свою программу, продолжаем программу работы на канале SunGates Radio и сегодня у нас второй телемост или Таро-мост, в котором участвуют представители школы Таро с двух континентов. На континенте Россия находится Сергей Савченко, руководитель школы Таро, а на континенте Соединенных Штатов Америки, где находится, Фрэнни Рубинс, Таролокс, тоже с большим стажем. Сергей, я не вижу вас, я сижу на противоположном, так сказать, стане, поэтому сейчас вы видите Риту и Фрэнни и они сейчас будут, я буду говорить еще раз по-русски, а то там я говорил по-английски и по-русски, но сейчас я буду говорить только по-русски, в основном и помогать переводить, конечно. Ну, давайте поздороваемся тогда друг с другом. Сергей, добрый день. Я очень рада познакомиться. Привет. Привет, Фрэнни. Окей. Сергей, вы предлагаете, вот есть тут много вопросов, и Фрэнни... Фрэнни имеет много вопросов. Да, Фрэнни наконец-то разобралась после программы, которую мы провели, что от него мы все хотели от нее. Вот, и теперь она приготовила вопросы. Давайте мы, наверное, начнем с ее вопросов. Хорошо? Да. Can we start with the first question? Yes. Как, по вашему мнению, когда началось Таро и какая была цель вообще? Создание, да. Создание Таро. В смысле происхождения Таро? Да, да. Ну, это же все знают. Ну, она не знает ваше мнение. Второй произошел с Сириус, и это очевидно. Его распространяли у нас рептилоиды. Это Сириус? Яншут. Сириус? Яншут. Если говорить серьезно, я считаю, что Таро произошло в Западной Европе, в Италии, в 15-м году. То есть, это все документально подтверждается. У нас есть все документы. У нас есть первая колобия. Ну, то есть, мы можем восстановить все это. И я думаю, что изначально это была просто игра. И уже потом она приобрела эзотерические смыслы, она превратилась в гадательный инструмент, оно, точнее, Таро превратилась в гадательный инструмент и стала тем, чем оно есть сегодня. И потом, она движется в стильном рептилоиде, все действия, в гадательном рапе. И да, да, да. И да, да, да. Does he have any perspective? Oh, да. Does he have any perspective of the symbolism, a lot of religious, Jewish symbolism, in the deck that I use, the Ryder deck? там очень много символики есть у вас какое-то мнение почему так произошло очень много еврейской символики иудаизма за каждой идеей за каждый символом стоит автор и мы можем сказать я это принес то конкретно это предложил and we can tell who brought this on and who offered this ideas I don't know I don't I have well because I'm curious about a different perspective I feel when I work with it because I haven't studied Kabbalah I know a very little bit about it I'm curious about it but it's influence because I was raised Jewish and so there's something there for me but I haven't really explored it она никогда не изучала каббала но просто очень всегда и и интересовала почему это так происходит и я скажу я занимался этим вопросом я скажу о том что средние века не было более сложной и более разработанной эзотерической философской системы чем каббала однако в девятнадцатом веке когда таро совместили с каббалой это уже не было настолько совершенная система и это совмещение было очень некорректным немножечко саморекламой немножечко саморекламой я сейчас начал работать со своим художником Евгением Веницким над каббалистическим таром где я надеюсь сделать это стройной понятной рабочей системе и системы. He with his helping partner he started to work on a Kabbalik version of taro so they gonna he's trying to bring this right version of it into the world. Okay so that's great Спасибо, спасибо, very good Майкл left, so, Сергей, давайте ваш вопрос Первый вопрос, который у вас был Я его сам озвучу, но у меня есть, да, эти вопросы Как вы видите дальнейшее развитие таро? Какие идеи важные для развития таро? Какие идеи из тех, что вы встречали, вам понравилось или не понравилось? I kind of missed it Okay How do you see development of taro? What idea you think is more important for taro development? And what ideas were you incorporate? You like it or not? Most First of all, it's divination. It's something outside that can be explained. It cannot be explained in terms of what we experience in this third dimensional realm. Something else. Happened Для нее это больше связь с С интуицией и с каким-то высшим миром и Которое не всегда можно То, что не всегда можно объяснить Yet the symbolism and the archetypal energies Are very strong for me С другой стороны Symbolism, символика и Энергия Энергия Аркхитайпа Энергия 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 Если вы верите в Бога или какие-то высшие энергии, то, в принципе, для нее это больше энергии, которые приносят, приходят, да, приносят что-то сверху, вот, ну, разные карты придают своей энергии, да. А были какие-то новые колоды, которые мне понравились? Она использовала египетскую колоду, но все время возвращалась обратно к Райтеру. У меня, наверное, около 15 различных. Но это моя специальная колода. Она говорит мне. Вот эта колода просто с ней разговаривает, она уж такая немножко выглядит, немножко заношенная, но она все равно ее постоянно вот с собой носит и на ней гадает и для всех использований. So I've imprinted this particular deck with my perspective or consciousness or awareness of how the cards can speak to me. Ну, эта колода уже несет ее энергию, она уже, она уже просто с ней разговаривает напрямую. Намоленная? Да, намоленная, да. В продолжение, Сергей, в продолжение вашего первого вопроса. А что имеется в виду вытеснение из Таро жестких неприятных смыслов и значений? А когда они вытеснялись? У нас десятка мечей и изначально она означала крах, гибель, катастрофы и так далее. Сегодня ее пытаются увидеть как перерождение, как новую жизнь, там, что-то, ну, такое вот. И это происходит с очень большим количеством карт. Все негативные значения устраняются и они подменяются какими-то позитивными, радостными и светлыми. Я считаю, что это очень неправильно. М-м-м. There are so many negative cards, like Ten of Swords. So, meaning of the cards are different than they were before. So. More positive. They're trying to bring more positive. And he thinks that's not exactly right. And a particular one is a Ten of Swords. Yes. Okay, Ten of Swords, to me, is the worst is over. А для нее обозначение вот десятки, десятки мечей, это, что самое плохое уже позади. Она так трактует эту карту. Ну да, ты уже умеешь. Да. You're dead. You're dead. That's it. You're dead. The worst possible outcome has already occurred. Now move forward. Все, мы двигаемся дальше, потому что прошлое, все осталось, все негативное осталось в прошлом. Но для вас это позитивное, это, это довольно позитивное, в общем-то, с одной стороны, трактовка. Я имел в виду, что в книгах многих авторов исчезают вот эти негативные значения, и они перекрашиваются в розовый цвет. Все черное перекрашивается в розовое. What he meant is that in many books, they're trying to change the negative aspect and bring more positive, and he still thinks that's not the right thing to do. What do you think? I read the cards differently when they're upright and when they're reversed. She used the reversed cards also, so that's kind of bring another. So it changes a little, even though it's one card, it changes how I experience the card and what I will say to the person. Ну, когда она читает перевернутые карты, то это меняет, как бы, перспективу, и тут больше может быть негативного, чем позитивного. Но она, в принципе, не отвечает на ваш вопрос, я понимаю. Я понял, да. Ну, да. Прямо не отвечает. Окей, Фредди, your question, please. Да, конечно. Да, или этот. Этот. Окей, мой. Да. У нее в Украине все время приходит цифра 8, и она, в общем-то, хочет, это про вас, что случилось ли с вами что-нибудь, когда вам было 8 лет, что-нибудь важное? Или значит ли вам вот 8 лет что-то для вас обозначает? Откуда Сергей помнит, когда ему было 8 лет? Нет, я себя помню, я как раз себя помню 8 лет, я учился во втором классе, ничего серьезного со мной не происходил так. Но он не помнит ничего. Ну, ну, ничего серьезного. Ну, я жил в квартире номер 88. Он живет в квартире номер 88. К ней просто приходит такая информация, это никак не связано с картами, вот просто, наверное, глядя на вас, и энергетически связываясь, пришла такая информация. Ну, вот, к примеру, она сказала, сегодня она пришла, мы не виделись там пару недель, по-моему, и она говорит сегодня, мне говорит, в офисе что-то изменилось, что-то произошло. Я говорю, а что произошло, я чувствую совершенно другую энергию. А в каком плане, я спрашиваю? Она говорит, ну, стало намного яснее, потому что непонятно было то, что происходит, вот как-то я чувствую, что-то изменилось, энергия изменилась. Это вот как она это все воспринимает. Ну, я не знаю, могут ли Сергей, как вы думаете, в этом плане помочь Таро? Изменилась ли, можно задать такой вопрос, наверное, да? Изменилась ли энергия в офисе? Ну, задать можно, я только не понимаю, где эта энергия изменилась? В офисе? В офисе, да. Ну, did you tell Michael that something's shifted here in the office? I just described it, Сергей. Or in the world at all? In the world, but it affects everybody. Everybody. In everything. Ah, did you? Well, Michael actually asked him a question, if that's possible through Taro, to see if there is a shift here. Yes, I... In some case, so if you can do the same, maybe? Yeah. That's right. Well, you already felt it. Can we verify that information by Taro cards? Yes, and what shift are you... What I'm referring to is a shift in consciousness from transparency, meaning no more secrets allowed, that we are moving from exposing everything, no more hiding things, into a place where we're affected directly to look at the issues that we're still holding, that are still imprinted in our energy field. Well, he said that he just hid the chocolate, so that's all possible. Well, he hid it from himself. It's cute. Okay, so I asked about sun gates, and I get tennis swords. Well, she asked about the sun gates in general, and got this. Tennis swords. The worst is over? The worst is over. But what cross is it? Death. Death. Transition. 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 Изменения какие? Ну, давайте мы спросим Сергея. Show the card to him, and he will interpret. Okay. Ну, если Сергея, то по-русски. Ну, да, да, да. Нет, она показывает карту. Михаил просто пытается, спрашивает у вас, как вы интерпретируете эту карту. Смерть. Нет, это... Или что ты? There are one card or two? No, that's the cross. No, the cross. The main, 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 art. Субтитры сделал DimaTorzok Если я буду... Это важно, на каких местах они лежат? Это же кросс? Не важно. Ему не важно. So, do you want me to make an interpretation? Yes, let's do it. Okay, that you're still learning, there's new growth, new potential, but the old, you must let go of the old. You cannot continue. Да, да. Мы можем пустить, да, работать по-старому. And there's a loss of innocence. This is the card. Она интерпретирует, это как потеря... Loss of innocence. Нет, innocence, это потеря... Девичество, что ли. Девственности. Девственности, да. And in terms of you're growing up, you're learning what works and what doesn't work. And then this card has to do with leaving what is familiar and moving forward. But also, there's some kind of control, manipulation. Да, мы уходим от того, что знакомо, идем к чему-то новому, но с другой стороны, какой-то есть... Because it's reverse. And then... Что-то контролирует нас. Да, разбитое сердце. Broken heart. That your heart may be affected by making the changes that you need to make. But the outcome card... This is the... Это последняя карта, то, что в результате будет. The emperor reverse. The outcome card. So, I would read it as there's some resistance to managing the business. То есть, сопротивление к как бизнес должен развиваться и как должен быть менедж. Окей. А расклад чего касается? Он касается вашей фирмы или всего мира? Ну, Миша, да. Миша конкретно спросил, да, какие изменения у нас в Сан-Гейтс. Она почувствовала. Но он не совсем правильно интерпретировал, я думаю, то, что она рассказала. И он как бы больше это перевернул на наш бизнес. Но неважно. Вопрос был задан. Да. Какие изменения происходят здесь и что ждет? Окей. Хос еще... Вы говорите о вашем бизнесе. Да, 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 Сергей. То есть, мы говорим о нашем бизнесе? Да. Да. Вам нужно принять очень серьезное решение. И кучу хлама, который у вас есть, выкинуть без всякой жалости. Из офиса? Или из своей жизни? Из головы. Ну, он говорит, что мы должны сделать важную решение и отмечать все грязь из наших голов. Безусловно. И сфокусироваться на чем-то. Правильно, я понимаю? Не понял. Сфокусироваться на чем-то важном. Тут даже нет. Сейчас сфокусироваться не на чем-то важном, а сфокусироваться на том, что цепляется у вас за ноги и не дает вам идти. Окей. Ну, в принципе, уже похож на... Отрубить. Оставить хвост у пинозавра. Отрубил и ушел без хвоста. Да. Да. Семь. Катшу, да. Вы закончили? Да. Окей. Ну, вы можете спросить, как двигаться дальше, как двигаться дальше и что отрезать. Вот вы говорите, надо выкинуть... Как двигать? Это не вопрос. Вопрос куда? Куда? Вопрос куда? So, I read this card as a very kind, loving person, that to move forward with gentleness, with kindness, with love. And then, here, this card has to do with creativity, and you can see it, you can read, how I'm reading it, is that they're still fighting all the resources that are available. And then, the knight of cups to move forward, again, move forward with love. But now, where do you go? Yeah. 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 Мы не видим, куда идти, я. Ясно. Ну, и они тоже на доту. Да. Ну, то есть, понятно, что тут двигаться дальше с любовью и с какой-то... Да, но двигаться, то есть с любовью, с сердца, от сердца все это, но куда, мы не видим, понятно. А что она сказала про семерку посохов? What about this card? Um, resources, not using all the potential. We're not using all the potential. We're not... Sort of, again, defending against or fighting, look at all the support, opportunities that are not being used. Не используется свой потенциал. Не используется, да, весь потенциал не используется, который имеется. But where, first is, take the blindfold off. Be willing to look at the thoughts that you're having, be willing to take ownership. А куда, мы не видим. Ну, то есть, надо взять полностью на себя ответственность, открыть глаза и посмотреть, куда двигаться. Король кубков, король шоу. Король кубков, король шоу. Вы не продаете шоу. У вас нет шоу. Вы ничего не показываете. Шоу Мас Бу. Где? Где ваше шоу? Аааа, bring out more of the genuine power of love. То, что она говорит, да. Это другое. Это поиск Грааля. Поиск совершенства. Поиск любви. Какая карта? Рыцарь кубков. Рыцарь кубков. Ага. Семерка посохов. Это борьба. Да. Вы не показываете. Ваше шоу должно быть о борьбе за любовь. Оу. Ваше шоу должно быть о борьбе за Грааль. За совершенство. Но вы закрываете себе глаза. Ваше шоу должно быть о борьбе за любовь. Их нужно выйти. Выйти из этого места. Иди в люди, да? Типа. Да. Да. То есть проблема не в том, чтобы поменять территорию или поменять. Формат работы надо поменять. Не формат работы. Содержание работы. Содержание. Смысл работы. Наполнить ее смыслом. Сегодня нет смысла в работе. Восстановление. О, то есть сон. Сон-гейт. Да. Ну, то есть она говорит, вылечить сначала это как бы внутри. В голове, да. Хорошо. Давайте мы будем двигаться. Так. Вопрос. 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 Сергея, Рита Можно ли научить человека гадать, если у него нет дара какого-то? Это вопрос, нужен ли он или не нужен То есть можно ли его научить или обязательно должен быть дар Вы можете научить таро, кто не имеет таро? Для таро? Или вы можете научить таро? Это как научить таро, если они не могут пройти. Но я думаю, что самое важное, что я вижу, когда я учусь таро, это научить себя, чтобы они увидели, что это вера в себя Если он в себя верит, он может научиться чему угодно Можно ли научить человека играть на пианино? Если они верят в себя, они... То есть, дар не важен, что внутренний дар... Дар дар тоже важен. Но они будут быть пианистами, а они будут играть на пианино? Для счастья? Ну еще зависит от того, как они будут это использовать А для других людей, для выступать... Типа на концертах она приносит сравнение То есть играть на пианино для себя, допустим, или выступать на концертах Я чувствую, что это вызывание для меня, чтобы работать с тароом Я всегда была интересна в различных типов вещей, но я была вызвана Это был глубокий вид, что я должен это сделать Для нее лично это был как зов, что она чувствовала, что она просто... ее тянут, и она должна это делать Шаманская болезнь Какая болезнь? Шаманская, шамонома Ну, он называл это шамон, что есть шамон, или шамон назывался тебя? Я изучала шамонизм Она изучала шамонизм За много лет Наверное, 10 лет Десять лет Она занималась Это старше Как говорят юристы, 15 лет Это еще не срок, но уже возраст Ну, она образом duty like lawyers are saying that 15 years 15 years isn't the sentence It's not the experience It's not the experience, but it's age It's not a sentence, it's age Who has influenced him что ли кто способствовал тому что вы начали изучать 2 и гадать и обучать что послужило как бы улица вот часто вопрос самый такой разумный ответ так получилось я никогда это не планировал специально никогда об этом не думал но обстоятельства так сложились что я начал этим заниматься а потом я понял что я не занимаюсь ничем больше то есть 25 лет назад когда это случилось как давно 93 год я хорошо это помню январь 93 года tell him that my opening spiritual have everything opened in 1993 well her spiritual path started in 1993 everything opened up there was a way она начала двигаться в ее ее духовный путь вот все все открылось именно тоже в 93 году и возле нее 90 93 everything that's where everything happen а нет 92 начала 93 открыл открыл открылся вот духовный путь январе я купил первую колоду уже в сентябре я открыл первый гадательный кабинет да да и между в сентябре в камеру и он открыл свой офис и он стал делать professional ну и в это время примерно в девяносто втором году в начале самом начале девяносто второго года мы переехали жить в соединенные штаты Она считает, что это была энергия, которая двигала в то время людей очень сильно вперед. Да, это было очень энергичное время. Она думает, что это сейчас происходит опять. 2017 год тоже очень сильный. Да, мы помним 2017 год. Мы празднуем каждый год. Это год революция в России. 1917, большая революция, которая произошла в Ленин. Я знаю немного, но не знаю много. Вы не знаете о Ленин? Я знаю немного о Ленин. Хорошо, что следующая вопрос. Мы имеем около 15 минут. Какой самый главный вопрос, Сергей, из оставшихся для вас? Я хотела спросить. Сергей, какой самый главный вопрос из оставшихся? Про учеников. Учеников. Фрэнни, вопрос для вас. Какие самые запоминающиеся ученики в ее обучении были? И что было необычного? Спасибо. What was the... Do you remember any students... Students that you really remember, and what was unusual? Very talented, very unusual. Students. Yes. Oh, yes. Do you remember any? Very insightful. Many. Many. They... They're naturals. They're like a fish in water. В общем, у нее были ученики, которые запомнились, и таких было довольно много, но которые сразу как бы, вот, как рыба в воде себя чувствовали в Таро Но у нее есть тут вопрос какой-то важный, просто вот фотография Салси Кросс, расклады, она хочет спросить Хорошо? Да, давайте посмотрим Хорошо, так, 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 ну, 54-летняя женщина, 54 года, замужем, которая постоянно болеет, и ее вопрос был, почему, когда она наконец может чувствовать себя здоровы Я не вижу расплант, я не вижу эти карты. Что у нее болит? Много операций было и проблемы с шеей. Постоянные боли. И плечи. Шея это мышцы или позвоночник. Или мышцы? Или мышцы? Операция заключалась в том, чтобы очистить нервы. Я покажу вам всю технику, как это происходит. Первая серия. Есть ли эзотерические проблемы? Вторая это физиология. Колесо Путуна. Правосухие и Дьявол. Она родилась раньше времени. Это не важно. 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 Башня и мир. Дьявол говорит о том, что это проблема нервов. Это проблема нервов. Ритара, расскажи, какие карты вы получили? Это не проблема. Не эзотерическая проблема. Это не именноaliśmy организации. Это не SCP-7-144. Это не... Как сказать... Не чистая физиология. Не чистое тело. Это нервы. Метр 2. Это может быть связано не только с самой нервной системой, но и с переживаниями. И мы сейчас проверим еще шестнадцатую карту. У меня выпали правосудие, умеренность, колесница, смерть и любви. Карта допускает несколько толкований. Верхний слой то, что бросается в глаза. Возможно, это связано с микротравмами от поездки на машине. Может быть микро-дамаж от автомобиля. А, да. Она умерла. У нее была авария. У нее была авария в машине. У нее была авария. То есть, либо это связано, авария плюс нервные переживания. Либо одно спровоцировало другое. Я думаю, это комбинация этих ситуаций. Теперь задаем вопрос, что можно сделать? Можно ли что-то сделать? Иерафант, смерть, сила, умеренность и жрица. Я так понял, они уже делали операцию. Это было очень много операций. Они не закончили работу? Я понял, очень много операций. Значит, я не очень могу это понять, но у меня ощущение, что резали не то и не там. Я думаю, что есть несколько направлений лечения. Первое, это правильная операция. Правильная операция, это может быть и иглоукалывание. Это не обязательно разрезание, это может быть иглоукалывание. Второе, это ограничение. Я понимаю, это корсет. Корсет, нечто. Да, и она не должна его снимать. Не должна отказываться от его ручки. Нет, не отказываться от его ручки. Окей, окей. Да, она сняла с трудом. То, что она не делает, это лечение психики, лечение психических проблем. Она не делает этого, вы думаете? Не делает, она не обращает на это должного внимания. Да. Да, она стоит больше наmatillирование письма. Она должна поверить с природой. Вчера подпишись. Она должна больше трехопитаться, к себе, какая-то. Да. Вы понимаете, как и видирование психики. Так, и является тем, что понимаете, как истина. К себе, вот истина. Да, я хочу. Нет, его правильных психики. Ницимая нестрирует о том, что они должны проблемы с хорошими этими своими. Этие психики. Да. Нет, она должна быть уехать с ней, а также на наши психики. она борется с борется с болью и сейф айтс без на сапор и она как бы борется с поддержкой даже борется с тем что для нее пытаются сделать и борется с тем но у меня какая-то борьба по стакан если у человека нет мозгов то тут уже ему не поможешь но и архитекты ли she's an empress она императрица по ее архетипу это не мешает не мешает что не мешает что мешает быки ah well doesn't help her if she's a little bit sick in here oh okay she thinks she knows but matter of fact she doesn't okay did it help yes okay thank you thank you yeah and very interesting great yeah do you have another one i do okay i i have more esoteric questions though i'm curious about him there's a 75 year old married woman who's been running her business for 45 years она в бизнесе 45 лет и свое бизнес имеет 45 лет and she's in fear all the time постоянно страхах because her husband sick but she it should she sell the business should she get somebody to manage it but yeah it's affecting her health now and she's tired all the time то есть она она все время поэтому болеет и уставшая вот так вот она боится потому что муж болеет она болеет и она не знает что ей делать бизнесом how does she get rid of the fear she's just afraid she won't have enough money and she is so she's still working doing things that are affecting her health in a negative way самый главный вопрос как избавиться от страхов которые постоянно преследуют что она будет больно очень легко можно попробовать русский метод пол-литра водки перед сном и ты вообще ничего не боишься у него даже наушники упали с головы это ответ а это ответ зачем я этот бизнес на хрена этот бизнес 75 лет зачем я этот бизнес she's 75 years old yes she doesn't need the business she does because she's afraid she won't have enough money that her husband her husband is not well now is this business making money yes it makes enough so that they can live in the style they're used to этот бизнес в принципе приносит ей деньги на которые она может жить и она боится слышишь остаться без денег и я хотел хочу задать вопрос а для чего ей деньги в 75 лет в 4 но мало ли конечно well the first that came to him was why she needs that business oh какие карты у меня выбраны well from her perspective she's ready to read okay иерофант влюбленная суд lovers justice повешенные маг 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 magician бояться это ее самое любимое занятие that's what she likes to do to be afraid to be in fear that's her favorite she lives in her fear of world her mother was always afraid жить в страхе постоянно думать хватит денег не хватит денег если ее этого лишить она завтра умрет well if you take it off she will die tomorrow if you to be in fear that's her style of living that's her style of living uh-huh okay well she's saying her mother она говорит Фрэнни что у нее мама точно такая же была она была жила все время в страхах Я бы на ее месте купил бы страшное чучело и поставил дома, чтобы делать вот так. И как бы вечер смотрел фильмы ужасов. Ну еще можно читать новости. Ну еще можно читать новости. Ну и русские новости. Ну, нет ни новости сейчас. Ни новости здесь. Хорошо, может быть, мы должны финализировать. Потому что это время. Да, у меня есть вопрос. Ну, мы будем, конечно, думать, как нам открыть глаза. Но, в принципе, вопрос про... Если мы все будем в апреле, да, то мне нужно какую-то дату в начале апреля или в конце марта, когда можно здесь сделать хорошее шоу. Сергей сказал, у вас шоу нету. Вот Рита сразу запланировала. Что? Well, he said we need to show, have a show here. Ah. So, I need dates for a good show at the end of March or beginning of April. Okay, well, we can look at the calendar. Yes, yes. No, not calendar. Not calendar. The cards. Look at your cards. Oh, oh. So, say again, what... The good... When would be better to have a show, a fair here? What kind? Oh, okay. Any fair show, big event, end of March or beginning of April. March, нет. It's saying don't be attached. March, нет. Я не могу в конце апреля, яду в Бразилию. Okay. In order to have a show, you have to do your personal work. No, когда? Well, the question is basically... Grieving, there's... So, we cannot do a show. You cannot do a show until the... There's some preparation work that needs to be done. Letting go of emotion and grieving. Потому что надо очиститься сначала. Да, вы не готовы. Letting go of emotion. Нет понимания, как его сделать. Вы не можете его наполнить своей энергией. Вот чем проблема. Но если брать даты, то апрель лучше марта. What is a better date? Okay. Well, months may be March or April. I got April was better than March. Начало апреля можно? Так, дорогие друзья, изучайте второго. It can move along in April. March is not good. Разные континенты. Но на самом деле все ответы у нас очень совпадают. И это совершенно замечательно. То же самое. Март нельзя, апрель можно. Ну, хорошо. Сергей, вот скажите, что-нибудь вас мучает, кроме шоколадки, конечно. Съесть ее или не есть. Что-нибудь такое вот мучает, на которое Фрэнни может дать ответ, исходя из ее карты? Задайте ей ваш персональный вопрос. Мне нет. Вообще нет вопросов. There's a lot of work, and no water. Is he asking any personal question that you may answer? Okay, then... There is no question. Oh, yes. Фрэнни, do you have your personal question to Сергей? Ah, yes. Okay. Just personal, not just theoretical. Just something for you to answer. Right, right. Do you connect with any star systems? Star beings? It's a general question. Oh. If you want to add a question for you, for yourself. Oh, for me? Yeah, health or something related to your relatives. Yes. What questions do you might have? My health and relationship. Do relationship. I've been divorced for 22 years. I have a lot of questions. My next step. I want to be more global. How to be more... Only more questions. Let him answer. Okay. Do you have anybody now? No. No. And a dog? No. A dog? Do you have pets? Have pets? What? Pets. No. No pets now. I used to have. No. It's always had pets, but not now. It's a very standard answer. He has a standard answer. You don't have any problem to have anybody. No problem to have anybody. No problem to have anybody. Well... You don't have a problem to have anyone, but second, you don't know why you need someone. A lot of times I feel I don't. A lot of times I feel like she doesn't need it. In this case, if you wanted to be inside, he would have you already tomorrow. If you really want it, you will have it tomorrow morning. I want a spiritual partner. It's got to be somebody I work with. Well, she wants a spiritual partner. She wants a spiritual partner. You can take... Yes. You can have your spirit. Yes. I do. That's amazing. Сергей, у неё на самом деле много вопросов, которые она хотела бы задать, но времени у нас, к сожалению, нету, поскольку сейчас будет у нас серьёзная программа, как раз она будет вести медитацию, вместе с Ритой я не буду сейчас заниматься, поэтому, к сожалению, мы должны закончить нашу программу сейчас, но это была вторая, но не последняя программа. — Я надеюсь. — Пожалуйста, sungatesradio.com, sungatesradio.com, наш скайп sungates108, или пишите в YouTube, или пишите в Facebook, потому что Фрэнни Рубинс, она интуитивная... — Гадалка? — Гадалка, целитель, не знаю. — Больше целитель. — Да, больше она целитель сама по себе, и она в течение очень многих лет, кстати, официальный, как и Рита, она официальный гид в этом духовном госпитале, где проживает и работает уже почти 50 лет Джонат Бога в Бразилии, в маленьком таком селении, куда приезжают люди со всего мира, ищая исцеление. — Вот она там много лет работает. Хорошо, Сергей, спасибо вам большое за ваше время. — Да, и до новых встреч, всего доброго. — До свидания. — До свидания. — Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok